12 октября в Тверской области начал действовать масочный режим. Распространяется он на общественные места и транспорт. Корреспондент нашего телеканала совместно с сотрудниками Роспотребнадзора вышли в рейд по торговым центрам Твери и проверили, как соблюдаются новые требования и предпринимателями, и гражданами. Проверяем выполнение санитарно-противоэпидемических мероприятий в период ограничительных мер, введенных губернатором. У вас утренний фильтр у сотрудников проводится по приходу на работу? Конечно. Журналы есть учета? Должны быть. Можете показать? Да, конечно. Термометр бесконтактный? Да, бесконтактный. Повод для визита в крупный торговый центр у инспекторов Роспотребнадзора жизненно важный – проверить, как предприниматели соблюдают меры профилактики распространения коронавирусной инфекции. С 12 октября в регионе по указу губернатора введем масочный режим в общественных местах. Средствами индивидуальной защиты сотрудники обеспечены в полном объеме? Конечно. И средства? Да, конечно. Средства у нас для покупателей стоят. Уходы размещены, санитайзеры для уборки помещений? Для уборки помещений, да, в подсобном помещении, конечно. Покажете, что за средства? Как разводите? Средства у нас приходят непосредственно из Москвы. Ну, а что за средства? Хлор содержащие, кислород содержащие или какое-то иное? Спирто содержащие. Спирто содержащие. Инспекторы внимательно проверяют журналы регистрации температуры работников торговой точки. Здесь должно быть указано все – фамилия, имя, температура. Если она превышает 36,8, сотрудник отправляется домой. Мой сотрудник расписывается, на основании чего я его отправил домой, что у меня есть доказательства, что у данного сотрудника есть… Здесь у сотрудников Роспотребнадзора серьезных претензий не нашлось. Все, что должно быть, все на месте. И для этого ввели эти нормы. Это не просто так губернатор вел. Так как есть случаи со смертельным исходом, это ведется только для нас, для нашей защиты. Продавцы-гиганты контролируют обстановку в своих торговых точках, в отличие от владельцев небольших магазинчиков. Инспекторы застали девушку-консультанта без маски на рабочем месте. Средства защиты она надела, когда в поле зрения появились люди в красной форме. А почему мы не используем средства индивидуальной защиты органов и хранения непосредственно на рабочем месте? Нет, подождите. Я 12 часов маски не могу сидеть. Когда подходят люди, я одеваю маску. Постановление губернатора как написано? 12 часов маски. Постановление губернатора как написано? Если на роде никого нет. Помимо лавок и магазинов, всегда многолютно в общепитах. Здесь тоже требуется соблюдение всех необходимых норм. Должно быть все то же самое. Разметка социальной дистанции, маски, санитайзеры, средства для мытья пола, бесконтактный термометр и журналы для фиксации температуры работников и графика уборки. В этой бургерной документацию ведут правильно, но социальная дистанция отсутствует от слова совсем. Скажите, пожалуйста, утренний фильтр сотрудников вы проводите, как они на работу приходят? Каким термометром? Контактным, бесконтактным? Показать его можно ли нам? Да. А журнал термометрии ведете? Журнал можно посмотреть? Подобные визиты работники Роспотребнадзора будут наносить регулярно и проверять, как соблюдаются все санитарные нормы. По несоблюдению постановления губернатора Тверской области материалы отправляются в правоохранительные органы Тверской области. Правоохранительные органы составляют протокол. Наиболее часто встречаемые нарушения – это неведение документации, подтверждающей проведение утреннего фильтра или ДЭЗ-мероприятий, и не всегда использование непосредственно на рабочем месте сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания. В целом, отмечают инспекторы, тверские предприниматели оказались в большинстве своими дисциплинированными. В первый день действия режима обошлось без предписаний и штрафов. Мы решили проверить, а насколько дисциплинированы сами граждане. В общественном транспорте пассажиров мы застали в массе свои в масках. В основном это граждане старшего возраста. Но есть и те, кто пренебрегает мерами защиты. Вы почему в маске? Чтобы какую-нибудь заразу не подцепить. А всегда одеваете? В маске. Ну в основном да. Почему вы без маски? Она в пыльке. А почему не одеваете в общественном транспорте? Могу одеть. А вы как сами-то не боитесь за свое здоровье? Ну, во-первых, это безопасность. А во-вторых, есть постановление. Все, что нужно носить в общественном транспорте маску. Нельзя нарушаться. В первое время нарушителей за игнорирование средств защиты наказывать не будут. Но если таких диссидентов станет больше, то это отрицание масок будет наказываться рублем. От 1 до 30 тысяч рублей за свою несогласную позицию выложит гражданин. Должностное лицо штрафует от 10 до 15 тысяч. ИП от 30 до 50. А юрлицу за нарушение придется выложить от 100 до 300 тысяч рублей.